Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Владимир Сорокин. И сегодня мы поговорим о развитии российского Рунета. У нас в студии член экспертного совета партийного проекта развития Рунета «Единой России» Тахир Тухтаров и маркетолог проекта «Заират Ми» Максим Суходольский. Здравствуйте! Давайте начнем с того, что собой будет представлять первая социальная сеть для мусульман «Заират.мин», от которой вы сейчас работаете. Надо заметить, что мы не самые первые разработчики, которые занимались социальной сетью. Было предпринято очень много попыток создать мусульманскую социальную сеть. Они не увенчались с успехом только из-за того, что не получилось обрести тех инвесторов и тех спонсоров, которые бы смогли оплатить столь дорогие сервера, которые нужно закупать, и столь дорогие мощности, которые нужны для того, чтобы выделить социальную сеть. Наше отличие от остальных, скажем так, социальных сетей и созданных, и тех, которые еще не созданы, заключается в том, что мы первые, кто сделали этот проект возможным. То есть реализовали его, можно сказать, в программном варианте. Совершенно верно. То есть реализовали, и сейчас пытаемся выйти на массы людей, которые как раз нас ждут. Это будет исключительно социальная сеть или будет она совмещена с дополнительными программными возможностями? Интересный вопрос. Я имею в виду поисковик, возможно, email какой-то. Да, конечно. Это будет нечистая социальная сеть. Она будет совмещать в себе большой программный продукт, в который входит и поисковая система, и почтовый сервер, и сервисы, такие как YouTube-аналог. Такие сервисы, как видеопортал для просмотра каких-то фильмов направленности и мусульманских, и немусульманских, какого-то домашнего видео, которое разрешено, будет и дозволено. То есть она будет в себя включать такой конгломерат программного продукта, который позволит человеку зайти в одно место и обрести там все то, что необходимо человеку в интернете. То есть это продукт, который уже намного шире в представлении, допустим, обывателя, чем обычная социальная сеть. Он предоставляет намного больше возможностей и услуг. Совершенно верно, да. Также туда входит, допустим, всем известное такое понятие, как форум, но он чисто внутри, и он именно входит в понятие зеленого интернета. Что такое понятие зеленый интернет? Поподробнее. В понятие зеленого интернета входит такое, ну, как бы, скажем, состояние порталов, сайтов, поисковых систем, где человек в возрасте от 6 лет может пользоваться им. Это означает, что там не будет порнографического контента, это обозначает, что там не будет ни эротики, ни каких-то бранных слов, всего того, что нам сейчас, скажем так, претит в интернете. Мы заходим куда-то, чтобы просмотреть, допустим, даже тот же самый, скачать сольфедж для ребенка, а получаем в контенте то, что мы не хотим видеть. Ссылки. Ссылки на какие-то продукты, где нам навязывают либо рекламу, либо навязывают какую-то порнографию, либо навязывают то, что мы не хотим видеть. Но, опять же, часть этого контента, насколько я понимаю, просто противоречит определенным принципам. Конечно. Если говорить именно о составляющей в исламе, то есть есть такое понятие, как халяль. Это все то, что разрешено мусульманину. Это не только еда, но это и одежда. Это и то, что он смотрит в интернете. Она тоже входит в понятие халяль. Есть вещи, которые нельзя смотреть, есть вещи, которые можно смотреть. Поэтому фильтрация будет по принципу халяльна, не халяльна. И, исходя из ваших слов, я так понимаю, что этот контент могут смотреть и дети. То есть родители, мусульмане могут спокойно им позволять. Вот тебе доступ в интернет. Пожалуйста, заходи, смотри, регистрируйся, работай, что называется. Ну или отдыхай. Да, в этом основной принцип. Чтобы было доступно как детям, так и взрослым. Что ни один родитель не будет переживать за то, что он оставляет ребенка. И он увидит то, что не должен был увидеть. А какова предполагаемая аудитория пользователей? Насколько она широка? Наверное, Максим, этот вопрос ближе к вам. Да, конечно же. Аудитория широкая. Но в первую очередь она направлена именно на мусульман. Потому что в данном случае мусульмане являются тем, той средой, которая не защищена в интернете. То есть они более остро воспринимают тот беспредел, который сейчас существует в интернете. И как раз людей, мусульман, заботят именно, чтобы это была действительно халяль. То есть это разрешено. То есть это не нарушало, общие ценности не были нарушены. То есть чтобы внутренняя гармония и развитие соответствовало всем делами. То есть в основном это, конечно, направление сети, это молодежь, разделяющая эти ценности. Опять же, это группа населения, которая чаще всего пользуется социальными сетями. Конечно. Потому что молодежь, как таковая, она же не сформировалась окончательно. Она постоянно в развитии находится. И они наиболее уязвлены... Подвержены влиянию вот этих вот негативных факторов, которые зачастую попадают. Потому что более взрослые люди, например, как моего возраста, вашего возраста, и, например, они более защищены, они уже прошли какой-то ряд ошибок, какие-то более устойчивые. Более устоявшиеся взгляды, опять же, на жизнь, наверное, есть. А насколько я понимаю, вот география, география тех пользователей, которые придут в сеть? Ну, в данном случае, конечно, мы ориентируемся на русскоязычность. Потому что мы сами русскоязычные, мы готовим к этому делу. И на самом деле, ну, это международный проект. То есть это включает всех мусульман. Они везде находятся, в любой стороне мира. Конечно, можно сказать, что есть центры, где находятся больше мусульман, которые пользуются интернетом. В данном случае на первом месте, конечно, идет эта Турция. То есть это уже более 31 миллиона человек, активных пользователей, которые пользуются в интернете. На втором месте, конечно, идет, например, Пакистан. Там более 30, тоже, порядка этой цифры, 31 миллиона мусульман. Ну, насколько я понимаю, это как минимум, ну, цифра будет около 300 миллионов. На самом деле, сейчас во всем мире активных пользователей среди мусульман это более 300 миллионов человек. То есть даже больше. Даже больше. На самом деле, это гораздо, ну, может быть, даже цифры. Так вот, мы говорим примерно, потому что многие вещи статистика не учитывает. Мы говорим о том, что вот как явно проявляется, через постыковики, через постыковую систему, то есть по тем запросам, примерно оценка этого. На самом деле, это больше. И мы говорим об активных пользователях. Мы же не говорим о... На самом деле, их больше гораздо. А планируется ли мультиязычность? Естественно. Если мы говорим о... Просто вы акцентировали внимание на русском языке. И я сразу, как бы, следующий вопрос. Мусульмане, они разбросаны по многим странам. Понятно, что есть общие корни, как говорится, но языки тоже чуть-чуть отличаются. Конечно, конечно. Ну, международный язык общения – это английский. Естественно, английский в первую очередь будет. На втором месте, конечно, это турецкий язык. Потому что Турция по активности мусульман в мире же опережает всех. Вот. Ну, французский язык. Да, кстати. Потому что французский язык, мы знаем, что же... Фактически вся Северная Африка – это французский язык. Вся Северная Африка является на французском языке. Вот. Татарский язык. То есть, опять же, крымские татары могут спокойно войти в сеть и на родном языке общаться? Мы говорим не только о крымских татарах. В основном, крымские татары понимают турецкий язык, потому что это близкие. Мы говорим о казанских татарах. То есть, о татарах, которые распространены по всей России. То есть, в основном, они представляют большинство мусульман. Понятно. На какой сейчас стадии находится проект? Сейчас проект находится на стадии бета-тестирования. Мы позволяем сейчас регистрироваться очень ограниченному количеству людей. В основном, это профессионалы в области строения сайтов, программисты, программисты-нагрузочники и так далее. То есть, люди, которые связаны непосредственно с разработкой в интернете приложений, сайтов и так далее. Для чего это делается? Это понятно. Мы тестируем проект, мы смотрим нагрузки, мы смотрим, что не доделано, что доделано. И эта стадия закончится у нас в конце декабря. В первых числах 2015 года, января, мы хотим запустить уже бета-версию, которая будет доступна для любого пользователя. Любой человек в мире, я подчеркиваю, сможет зайти на социальную сеть, зарегистрироваться и принять участие в глобальном тесте. Тем более, что нам нужен глобальный тест для того, чтобы проверить нагрузку наших серверов. Мы рассчитываем в первые три месяца 2015 года набрать порядка 30 миллионов пользователей, проверить нагрузки, посмотреть, как люди будут общаться, что будет не хватать, что будет хватать. То есть каждый человек сможет принять участие в разработке. Мнение каждого человека будет учитываться. Мы будем смотреть на то, что говорят люди, что им не хватает, что им нужно добавить, а что-то, может быть, убрать. Да, это все по интересам, конечно, будет. И, соответственно, мы проверим свои возможности, свои силы по администрированию, по удалению тех нежелательных, скажем, контента, который появляется. То есть вот это основные сроки на сегодняшний момент, которые мы можем сейчас озвучить. А что касается того аспекта, как можно стать бета-тестером? И можно ли? Допустим, вот человек хочет принять участие в бета-тестировании. Что ему для этого необходимо сделать? Для этого необходимо всего лишь зайти на сайт zira.me, зарегистрироваться и после регистрации указать, в какую род деятельности он занимается. Допустим, даже если это будет человек, который не занимается программированием, но это известный политик, журналист. В любом случае мы дадим ему возможность пользоваться для того, чтобы он оценил те возможности социальной сети, те условия, насколько она удобна, насколько она соответствует понятиям того, что нужно. Кто вас на данный момент вдохновляет на работу над этим проектом? Есть ли вообще ориентиры? Есть ряд людей, которые вдохновляют в принципе на работу в области зеленого интернета. В первую очередь, это, конечно, Владимир Владимирович Путин. Человек, который, я считаю, что в России первым открыл такое понятие, как зеленый интернет. Что надо его создавать, надо в нем двигаться. То есть Россия должна быть сердцем в мире, который покажет, что есть в нас то, что нет других. То есть очистить интернет от того, что сейчас в нем находится. Ну и такие люди, известные политики, как Рамзан Кадыров, Федоров Евгений Алексеевич, Стариков, тоже являются примером в моих работах. Так как в том, что они делают, как раз проявляется наша работа тоже. Максим, а у вас примеры есть? На кого ориентируетесь в своей работе? Для любого мусульмана есть те люди, ученые, сподвижники, на которых... Можно сказать, учителя? Или нет? Да, конечно же. Потому что другого ориентира нет. То есть у любого человека всегда есть кто-то, кто проявлен лучше, который лучше соответствует тому образу, который делится в сердце. Такие люди, слава Богу, есть. И они были. Современные люди сказаны. Это уже ученые, например, которые были как в наше время, так и в прошлом. То есть, конечно же есть. Тахир, насколько я понимаю, этот проект, презентация этого проекта еще будет приурочена к одной из знаменательных дат. В частности, визиту президента Российской Федерации в одну из мусульманских стран. Правильно? Планируется такое? Насколько я понимаю ситуацию и насколько у меня есть информация, да. Можно сказать, что именно... Что именно и как это будет выглядеть? Не могли бы вы приоткрыть такую вот завесу? Чуть-чуть хотя бы. Я понимаю, что это секреты с одной стороны, но тем не менее хотелось бы вот чуть-чуть. Это будет, скажем так, глобальная информация о том, что мы создали и что мы будем делать. Я думаю, дальше... На какой день? Вот когда людям смотреть об этом? Тоже открытую дату ставлю, чтобы была возможность людям потомиться. Со 2 по 4 ноября 2014 года. Ясно. Какие ценности легли в основу проекта ZIARAT.ME? Ну, в основном ценности, общечеловеческие ценности. Тахира говорил о том, чтобы это не ущемляло ни личность, ни достоинство, не было никакого зомбирования. То есть то, что нас делает людьми, помогает укрепиться в этом направлении, осознать себя как человека. Не просто человека, а человека с большой буквы. Автором своей жизни и творцом... Можно сказать, что творцом своей жизни. Который принимает ответственность на себя. Вот. И хочу подчеркнуть, что все-таки аудитория широкая очень. Это не только сами мусульмане, как я сказал. Но это современные семьи. Также мусульманские семьи. Это ученые, лидеры, проповедники. В данном случае, конечно, мы говорим о мусульманских проповедниках. Потому что для них тоже нужна такая платформа, где они могли донести знания, ориентиры. Потому что это обязанность любого ученого проповедника именно донести до конечного потребителя. Это же, насколько я понимаю, будет принцип, когда на серверах размещаться, предполагаю, будут высказывания мудрецов. Обязательно. Поэтов. Конечно. Таких, как Амархайям. Конечно, обязательно. Также от аудитории, в данном случае мы говорим об общинах в исламе, то есть не в исламских регионах, то есть это мусульманские общины. Это международные мусульманские сообщества. И самое главное, все люди, которые, ценности, которые проявлены в исламе, они любого волнуют. Человека, который осознан в себе, он благоразумен, он стремится принять активное участие в преобразовании к лучшему нашему миру. То, что мы видим, войны происходят. Потому что на самом деле ислам – это мир в первую очередь. Это мирная религия. Нет, это не мирная религия. Это способ, путь, которым укрепляется мир как внутри себя, так и снаружи, так и во всем мире. Потому что это та цепочка, это связывающее звено, которое позволяет человеку быть человеком. То есть найти гармонию между собой и окружающим миром. Окружающим миром, да. И не только найти гармонию, но найти пути, которые позволят ему благоразумно и верно проявить себя в этом мире. Чтобы о нем остался след не только сейчас, но и на будущее поколение. То есть, чтобы потомки помнили. Конечно. Кто трудился над разработкой данного проекта? На сегодняшний день приняло участие достаточно большое количество стран, даже я бы сказал. То есть, не просто людей, а даже… Да, то есть, я сейчас назову вкратце Белоруссия, Украина, Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан. Это только вот коротенький список, который сейчас я могу перечислить. В том числе человек из Севастополя тоже был. Программисты есть и из вашего города родного. То есть, каждый вложил частичку своей души в этот проект? Совершенно верно. Больше ста человек приняли участие, и сам проект разрабатывался в четыре года. Насколько активно люди работали? Насколько они самоотверженно трудились над этим проектом? Бывало такое, я помню, когда мы сидели в нашем офисе центральном в Казани, что мы не ложились спать и до четырех утра на такой степени. То есть, хотели что-то доделать, что-то понять, увидеть результаты своей работы, что программисты сами отказывались ложиться спать и говорили, давайте лучше доделаем. То есть, подождите, ребята, подождите, отойдите, у меня сейчас вдохновение идет. И, соответственно, вместе с ними и я тоже не ложился, потому что было невозможно. Лидер по этой должен был показывать пример. То есть, по сути, это именно вот та искра, которая горела в душе? Да, и она до сих пор горит, и она не погасла. Это больше энтузиазм или все-таки уже идет какой-то маркетинговый ход, расчет на возможные последующие прибыли для обновления серверов? Да, вначале это был голый энтузиазм, скажем так, первые три-четыре года практически. И из энтузиазма… Три-четыре года? Да, да. Сколько всего вы работали над проектом? Четыре года, шесть месяцев. Ага. То есть, последние только шесть месяцев является уже осознанным пониманием того, что во что превратится проект и как он будет проносить. Сам себя окупать и проносить какие-то финансы, которые мы будем в дальнейшем вкладывать в развитие не просто самого проекта, а расширять его. То есть, расширять саму сеть. Да, расширять и сеть, и возможность этой сети, и добавлять новые программные продукты к этой сети. То есть, по факту, на данный момент, лишь последние полгода есть экономическая обоснованность. До этого голый энтузиазм, причем люди просто-напросто, я так понимаю, творили чудеса. Совершенно верно. Однако, вы упомянули, что в проекте участвовали севастопольские программисты. Каков их вклад в развитие новой сети? Из Севастополя участвовали у нас два человека. Ныне сидящий здесь Максим. Видим, человек, который был нашим одним из идейных, скажем так, лидеров. И еще один парень, который попросил остаться неизвестным. Так сказать, за кулисами истории. Он направлял нас в трудные моменты, в то русло, в котором мы не видели выхода. Тяжело было найти спонсора? На самом деле, самая большая проблема во всем проекте – это спонсоры, это инвесторы. Потому что объяснить человеку, что что-то получится, когда уже есть такие гиганты, как Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники и так далее. То есть Твиттер. Очень тяжело на сегодняшний момент. Поэтому приходилось, скажем так, и не кушать, и не спать. Иногда, иногда просто зарабатывать где-то на стороне деньги, чтобы оплачивать программистов. Потому что программисты не могут не кушать. Приходится мне не кушать. Естественно. Я понимаю, что энтузиазм энтузиазмом, но самоотверженность тоже должна быть хотя бы минимально оплачена. И вот только в последние, скажем так, 6 месяцев, когда это стало уже на виду, что нет аналогов, нет рядом конкуренции. Мы в том русле, в котором никто не играет на сегодняшний момент на нашем рынке и зарубежном рынке. То есть мы заняли ту нишу, и надеюсь, как бы в ней будем оставаться, в которой пока мы единственные. Вы упомянули о таких мастодонтах, как Facebook, ВКонтакте. Как вы планируете продвигать свой проект и, возможно, даже бороться с ними за рынок? На самом деле бороться нет нужды. Потому что, опять же, у нас специфическая аудитория. В первую очередь проявленные пользователи – это мусульмане. Они также сами стремятся найти тот ресурс, который будет соответствовать те ценностями, которые они придерживаются. Любой человек может зайти в интернет и о них узнать, какие общечеловеческие ценности придерживаются мусульманин. Что для него важно? Это понятие нравственности, чести, достоинства. Укрепление мира и гармонии как в семье, так и в обществе. Но, опять же, это общечеловеческие ценности. Конечно. Но некоторые не ставят их априори. А мусульмане – именно те люди, которые для них – это образ жизни. То есть, на самом деле, ислам для мусульманин – это образ жизни. Можно так сказать. Поэтому аудитория, она сформирована. Она нуждается в этом инструменте. Потому что мы подразумеваем, как зиратми – это как инструмент проявления себя в окружающем мире. Это же будет как средство общения, это будет как средство для выполнения каких-то видов работ и так далее. Ну, чтобы совсем не лукавить, я добавлю, что все-таки, конечно, средства для продвижения нашего проекта, они есть, несомненно. То есть, мы будем пользоваться инструментами, такие как Яндекс, Дирик, Гугл. Тоже реклама от Гугла. Соответственно, то есть, инструмент основной всегда в интернете, продвижении других сайтов – это тот же самый интернет. То есть, реклама на каких-то известных уже сайтах. Социальные сети. Поисковое продвижение. Ну, опять же, это взаимодействие в сети. Да, да. И мы не хотим противопоставлять себя кем-то. Мы просто показываем, что… То есть, можно ли сказать, что вы занимаете просто ту нишу, которая была свободной? Конечно. Конечно. Как она есть. И, с другой стороны, всегда выгоднее сотрудничество. Тахир, а что на самом деле обозначает, вот если перевести само название сети – ziarat.me? Слово ziarat с арабского языка переводится как «посетить-навестить». Вот. И мы не случайно выбрали домен в зоне «me». С английского языка это «возначает меня». Получается, в словосочетании «посетить меня», «навестить меня». То есть, это своего рода приглашение. Да. Это приглашение. То есть, придите ко мне в гости. Как вы думаете, много ли гостей будет в первый год работы сайта? Работы серверов? Ну, вот такой прогноз. Насколько вы рассчитываете? Насколько вы надеетесь? Это даже тема больше страхов, чем чего-то того, что мы не ожидали. То есть, мы ожидаем столько посетителей, что боимся, что не выдержат просто сервера на первом этапе. Ну, если мы говорим о мусульманах в России, то это, считайте, более 10 миллионов человек. То есть, в принципе… То есть, цифра достаточно большая, если одновременно… Мы говорим только чисто активных мусульман. И только в России. И только в России. То есть, это вот в этом весь это кроется. Потому что мы можем объявить так, что… Любой может прийти туда, зайти, правильно же? Ну, естественно. Не только мусульманин, насколько я понимаю, любой человек, которому интересно, он может войти. И, опять же, если друзья есть, допустим, в той же Казани. Конечно. Там же не только мусульмане живут, там и представители других этнических групп. И общение будет интересным, я думаю. Конечно. Да и просто сам интерес, который вот вокруг этого сейчас сформировывается, приведет людей просто, чтобы посмотреть, что это такое. И вот почему вот мы сейчас боимся. То есть, мы рассчитываем, допустим, на 300 миллионов человек, придет больше. Или, допустим, в первую неделю мы рассчитываем на то, что придет миллион человек, а захотят просмотреть 10 миллионов человек. У нас как бы есть рассчитанная нагрузка на определенное время, соответственно, каким-то периодом. Вот. И, то есть, вот наши страхи все связаны с тем, чтобы не недоресчитать, скажем так. То есть, чтобы не легло железо, что называется. А на данный момент серверы насколько рассчитаны? На данный момент, вот прямо сейчас идет формирование только железа. То есть, сервера. Комплектация. Да, идет комплектация. То есть, мы еще дополнительно ищем инвесторов, спонсоров, потому что железа много не бывает. Это понятно. И стоит оно немалых денег. Стоит оно немалых денег, если можно привести такой пример. Просто один сервер, который должен выдержать нагрузку, сейчас скажу, порядка 55 тысяч человек, обойдется в 300 тысяч рублей. А если мы хотим миллион пользователей, то сервер будет стоить полтора миллиона рублей. Соответственно, суммы-то очень огромные. Приведу небольшую такую статистику. Для того, чтобы поддерживать свою социальную сеть Facebook, ежедневно покупает одну тысячу серверов. Ежедневно. Помогают ли финансово состоятельные люди, проживающие в арабских странах? Или, ну, понятно, что они все остаются как бы там за кадром, да? Но, тем не менее, оказывается ли помощь? Вот эту тематику я пока не готов коснуться, потому что она является коммерческой тайной. Понятно. И мы ее раскроем позже. Хорошо. Как говорится, всему свое время, что называется. На данный момент, на данный момент, насколько проект уже готов? Вот можно ли сказать, что вот на 80% все, ребят, вот 80% готовы, еще 20% и мы пойдем? Есть ли такое или нет? Да, можно привести какие-то цифры, скажем так, в социальную сеть по техническому, скажем так, состоянию. Сейчас как раз у нас в рабочем состоянии находится порядка 80-83%. Поисковик работает на 100%, поисковик работает на 100%. То есть он полностью функционален. Он полностью сформирован, полностью функционален, был испытан. Вот. И такой отдел, как аналог Ютуба в пределах 65-70%. Сколько на данный момент планируется людей, которые бы обслуживали эту социальную сеть? Насколько вы рассчитываете сотрудникам? В ближайшие полгода будет порядка 100-150 сотрудников, в том числе туда будут входить модераторы, естественно, которые будут следить за информацией, которые будут надо отслеживать. Ну, контролить. Да, контролить. Но, в принципе, до конца 2015 года эта цифра должна состоять более тысячи человек по всему миру. То есть это получается очень крупное предприятие? Конечно. Сколько из этой тысячи людей будет направлено именно на контроль контента? Каков процент? В 80%. В 80%. То есть, по сути, этому уделяться будет основное внимание. Основное внимание, конечно. Что касается людей, которые придут в первую очередь, что им будет предоставлено? Какие функции будут запущены в первую очередь? Уже в январе... Ну, вы уже сказали, что email. Да. Уже в январе 2015 года будет, естественно, работать полностью поисковая система. Со всеми фильтрами, которые соответствуют тем, скажем так, установкам, которые мы установили. Поисковая система, социальная сеть. И мы надеемся, что почтовые сервера будут технически готовы. Именно серверная часть. Сам продукт готов, не готов. И именно сервера выдержит наплыв такого количества людей. Ну, и последний вопрос. Ваша основная надежда какая? Какой эффект вы ожидаете от своей работы? Основная надежда, чаяния и эффект, который мы ждем, это для того, чтобы просто, скажу так, наверное, высокопарно... Ну, это само удовлетворение. Получить удовлетворение от того, что вы сделали то, что раньше никто не делал. Нет, такими принципами... Понятно. Это немного неправильно. Это скорее... То есть, увидеть то, что люди получили, наконец, то, что не имели возможности пользоваться. Это вот как телевидение, когда оно появилось. То есть, помочь общению людей. Помочь общению... Нет, не просто общению. Создать среду, инструмент, который позволит, опять же, те ценности, которые человек держит в своем сердце, проявить их и знать, что не будет нарушения. То есть, находиться в той среде, которая соответствует разрешенному. То есть, помогает быть человеком. Ну, я надеюсь, что у вас все получится, что проект найдет своего пользователя и их будет достаточно. К сожалению, времени нашей программы подошло к концу. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, у нас в гостях был член экспертного совета партийного проекта о развитии АРОН «Это Единой России» Тахир Тухтаров и маркетолог проекта «Азиарат.ми» Максим Суходольский. Вы смотрели программу «По существу». С вами был Владимир Сорокин. Всего доброго. Продолжение следует...